привет друзья меня зовут юлия гендина и сегодня наш выпуск будет посвящен обзору очень интересной пряжи которую я уверена многие из вас хотели бы попробовать в деле но возможно вас останавливает несколько факторов во первых цена это пряжа действительно дорогая во вторых ее необычные свойства с которыми не каждый из нас знает как обращаться как их обернуть себе на пользу ну и в-третьих просто эта пряжа занимает много места интересно давайте посмотрим о чем я ну как вам посмотрите этот моток практически с мою голову даже больше он больше чем моя голова что скажете в общем честно вам хочу сказать что у меня к такой пряже всегда было предубеждение мне всегда казалось что на самом деле она только для фотосессий только для таких мимишных фотографий потому что в реальности она совершенно не не придумана для того чтобы действительно служить нам верой и правдой потому что это настоящий меринос это необработанный меринос который на самом деле очень тянется он рвется но посмотрите какой он клёвый это именно из него вяжут вот те самые крутые крупные вязки пледы которые наверняка вы видели в пинтерест и в инстаграм и везде везде их часто используют для фотосессий с новорожденными детьми часто такие пледы изображены на фотографиях с такой нежной вытянутой слегка женской ногой в общем очень круто все это смотрится мне всегда хотелось попробовать но как же это происходит все на практике итак давайте посмотрим на этот чудо моток поближе что же это за полотно это меринос стопроцентный меринос он видите как распушается он не обработан не скручен ничего то есть вот он прям буквально легким движением распушается на тонкие тонкие волокна если вы так распушить а потом начать полномерно растягивать то он в конце концов порвется никакого сильного усилия для этого не нужно но если его обратно скрутить то крепкая нить абсолютно что надо знать про это полотно видите оно какое пушистое конечно она будет скатываться все пледы связанные с такой пряжи скатываются довольно быстро за ним придется ухаживать кроме того вопрос стирки тоже остается потому что простая стирка угробит ваше произведение искусство и превратить его в тряпочку но ощущение неимоверные потому что очень мягкое полотно вот очень мягкое вот это вот даже не знаю как это назвать ну прям мягчайшие и конечно укутаться потом в такой плед или прислониться к такой подушке будет удовольствием но давайте попробуем в деле всю эту штуку конечно можно вязать спицами или толстым крючком любое полотно которое вы хотите можно вязать даже спицами руками но мне честно говоря очень непривычно это делать в данном случае потому что ну то есть все таки хочется делать это спицами ведь мне не получается неудобно сейчас мы еще раз попробуем а вот вот наверно сейчас получится но проще конечно вот да вот у меня на пальце две начальных петли вот и дальше можно набирать и пальцами вывязывать лицевые изнаночные петли они получатся очень рельефными можно это делать прямо здесь на руке но проще повторю взять все-таки спицы можно и имитировать крючковое полотно сейчас мы например с вами попробуем что-нибудь из круга сотворить без волшебного кольца а прям вот так вот начнем просто как будто бы обвязывать наше кольцо вот видите я просто пальцами имитирую крючок и получаю такую очень рельефную штуку очень необычно то есть ради фана ради эксперимента чтобы почувствовать что это такое я вам очень рекомендую действительно с детьми попробовать мелкая моторика очень круто на самом деле привлекать к вязанию таким образом людей у которых нет никакого опыта и которым кажется что это адски сложно вот просто продемонстрировать знаете как в экспериментариуме что посмотри вообще не сложно и сразу все получается и сразу большое полотно так сейчас вот я думаю что будет небольшая сложность провязать 2 столбика ну нет ничего конечно пальцы уже начинает потихоньку неметь безусловно можно руки заменить толстым толстым крючком крючки такие есть как и спицы тут нет никакой проблемы давайте поглядим что у нас получается ну очень круто смотрите видите какой рельеф крутой и это может быть не знаю там небольшой коврик но только очень аккуратного использования это может быть какая-нибудь декоративная такая знаете подушка тоже она сама по себе толстый не требует наполнитель просто подложить или просто украсить ею там диван очень кайфовая штука можно по прямой такую связать можно связать собственно лежанку для вашего кота или маленькой собачки но что произойдет с этой лежанкой через какое-то время пользования тоже понятно смотрите какая-то ух ведь по масштаб вот моя рука вот какая косичка получается это может быть кашпо я вот сейчас например сейчас я вот этот ряд довяжу и сделаю такие небольшие стенки посмотрим что получится вот такая тут всего два ряда вот такой кругляшок это уже я думаю сантиметров тут 15 какой 15 уже даже больше большой прям действительно очень клёвый по ощущениям сейчас я в этом следующем ряду провяжу в каждый столбик по одному чтобы у меня закруглились стенки и получится такая небольшая корзинка ну вот смотрите что получилось вот я провязала еще один ряд без прибавок стенки у меня закруглились получилось вот такой вот лукошка это может быть небольшой лежанкой для кота для его попы возможно только ну потому что размер совсем все-таки небольшой вот для масштаба может быть кашпоясе еще связать пару рядов вверх но конечно прям рельеф крутейший и у меня на эту небольшую штуку сейчас я вам скажу сколько на сантиметров сейчас мы прям с вами измерим 24 сантиметра диаметром у меня ушло в общем почти половина моего матка то есть из одного килограмма получится вот таких вот две небольших корзиночки или одна большая лежанка в которой пашкот все-таки уместится и обратите внимание вот на ворс да то есть уже еще пока не используется но все это будет скатываться просто ними неимоверно и тут же даже еще пользоваться не начнем уже начнет скатываться но безусловно по тактильности это при вас превзошло все мои ожидания вот это вот штука вот такая вот появилась получилась у нас корзинка кашпо конечно это больше арт-объект это больше декоративный объект безусловно то есть тут я не собираюсь вступать с вами в споры что это дико необходимая для дома вещь но вот в качестве арт-объекта в качестве предметов действительно декора чтобы удивить себя гостей близких чтобы каждый смог так немножко вот пощупать можно здесь хранить какие-то приятные мелочи можно действительно как кашпо в общем действительно это интересная пряжа для интересных идей экспериментов ну что ж поехали дальше а что же вот это такое это как утверждает производитель уже даже не пряжа это по сути трикотажная лента если вы приглядитесь эта ткань из этой ткани сшита небольшая такая труба и внутри синтепоновый наполнитель вот в таком мотке видите вот такой он здесь 50 метров на что хватит 50 метров ну как мне объяснили на небольшую такую корзину эта корзина может быть лежанкой например для вашего кота возникает конечно вопрос сразу по свойствам вопрос насколько такая корзина для вашего кота например будет долго жить но это выясняется только в процессе ее пользования конечно такая трубка да такая трикотажная труба в основном предназначена для вязания руками это прекрасная возможность поэкспериментировать с детьми например или заразить человека который никогда не вязал этим делом рукодельным потому что для этого не требуется никакие инструменты можно прям руками пальцами сообразить какую-нибудь интересную штуку давайте посмотрим поближе теперь давайте перейдем к нашему следующему лоту это конечно более приятная в обращении штука потому что здесь нет всех проблем связанных с мериносом здесь никакие нитки не торчат очень гладкая трикотажная трубочка вот такая внутри которой синтепон зачем она нужна вот видите здесь прямо трубочка сшита и внутри синтепон она нужна опять же чтобы делать всякие декоративные штуки любые какие только вам в голову взбредут но плед из нее уже не так актуален потому что он будет и тяжеловат и в общем не так приятен и не греет и ничего здесь скорее будут интересно смотреться всевозможные подушки которые завязывают узлом или можно также имитировать вязание крючком или спицами но в смысле вязание спицами не знаю чтобы это могло быть может быть коврик например вязание крючком могла быть какая-нибудь интересная сидушка то есть давайте посмотрим просто как в полотне будут ложиться петли это я сейчас просто как будто бы крючком набираю цепочку воздушных петель вот у меня эта цепочка теперь мы ее сейчас провяжем я переверну и буду цепляться вот за вот эти вот боковые перемычки так же как делаю это на обычной пряжи снова скажу что с детьми вообще кайфово наверное будет потому что сразу все видно другое дело что пальцы у них устанут но в качестве демонстрации или можно там вы протягиваете ребенок уже например через две петли протягивает смотрите какая штука такая знаете по ощущениям как зефирная немножко я бы чем проще использовала узора тем лучше при таком крупном вязание потому что здесь важно передать именно рельеф поэтому чем проще узор чем виднее на нем простые вот эти петли тем мне кажется круче повернем и вот так вот провяжем это просто классическое вязание крючком по прямой но из-за того что она такое крупное это все приобретает вид действительно арт-объекта но надо признаться что же на втором ряду пальцы мои устали так сейчас довязываем этот ряд посмотрим очень мягкая очень приятная опять же можно ведь не пальцами можно взять крючок толстый такие крючки существуют это уже не редкость кстати на такой пряжи круто обучать не только детей но вообще всех потому что очень хорошо видны все петли ну вот смотрите ну прям как фото из пинтерест круто вот видите как они прям ложатся толстая такая прям штука толстая это действительно таким может служить украшением то есть я бы не сказала что это это можно под спину подложить да если сделать такой квадрат например сидушку сделать просто на диван положить как такая вот штука это будет притягивать взгляд безусловно это повторю самый простой узор без наворотов без всего можно из центра навязать чего-нибудь такого по ощущениям очень клёво и не не должно это естественно никаких катушках ничего не будет единственное что начнет постепенно грязниться со стиркой я не уверена надо уточнять у производителя что произойдет с этими трубочками синтепоном который внутри не скатается ли он например но это надо уже пробовать будет но так как эксперимент мне очень нравится а вот смотрите что у меня получилось из того же самого вот этого трубчатого шнура я извязала его весь все 50 метров и получила вот такой вот коврик 50 сантиметров в диаметре он связан самый простой вязкой вот видите чтобы выделить масштаб толстый край очень приятно тактильный на ощупь это просто столбики без накида из центра ничего сложного вот здесь я опустила эту косичку соединительными петлями но чуть-чуть видите не хватило матка буквально вот чуть-чуть с изнанки мне нравится даже гораздо больше тут вот хорошо видны вот эти вот петли это конечно такое баловство но если вы хотите поразить себя поразить родных кому-нибудь в подарок например связать и вообще в доме иметь такую кайфовую вещь то этот трубчатый шнур как раз для этого ну что что скажешь дорогие друзья хотели бы вы попробовать такую пряжу если это можно так назвать в работе кажется ли вам это интересным или вы думаете что это не стоит этих денег и не стоит это таких экспериментов считаете ли вы что предметы декора связанные из такой вот пряжи с такой вот например трубочки трикотажный будут ли они действительно украшением дома или это какая-то блажь мне очень интересно поэтому жду ваши комментарии вот здесь под этим видео буду их читать внимательно и обсуждать с вами будем экспериментировать дальше